Присутствовали Алексей Пушков и Михаил Маргелов. Были ли у вас какие-то консультации? Дайте к Допкину. Позвони к Допкину. На колку связь только. Ну сейчас, если он возьмет трубку. Это не называется звонок трубок? Алло, Михаил Маркович. Я здесь, да, я уже в Харькове. Я вот объясняю, что вы завтра должны появиться на работе. Тут очень много журналистов. И я думаю, я не знаю, сколько их здесь. 100, 150, не знаю, сколько их здесь, да. Они хотят услышать ваш голос. Можно я включу громкоговорящую связь, чтобы вы им сказали, что вы... Да, сейчас. Пожалуйста. Михаил Маркович, они вас слышат. Здравствуйте. Повторите еще раз. Михаил Маркович сейчас находится в пути и обещает... Правильно я повторяю, что вы через час... Правильно через час я буду возле памятника Ленина. Возле памятника Ленина, Михаил Маркович. Спасибо. А я так понимаю, что на сегодняшний день сейчас там что-то на площади происходит? Да, да. Я, Михаил Маркович, туда тоже приеду. Спасибо. Значит, по поводу памятника Шевченко и по поводу мирных собраний. Я думаю, что... Значит, видите у меня какой телефон? С гербом Харькова, да. Вот специально общаюсь с людьми, которые работают на развитии Харькова. Значит, я что хочу сказать? То, что касается памятника Шевченко в саду Шевченко. На протяжении нескольких месяцев там собирались люди, и я думаю, что никто никогда не слышал, что им там запрещено собираться. Разные конфликты там имели место быть. Но я еще раз объясняю. Это перманентное состояние. Поэтому вы меня приглашаете к памятнику Шевченко. Если у меня будет желание, я туда обязательно приду. И поверьте мне, если вы думаете, что я боюсь туда подходить, то вы глубоко в этом ошибаетесь. Я там был не один раз, проходил мимо, и меня видели люди, и никто мне ничего не говорил. Никаких... Кого? Значит, по поводу, кого я должен с собой брать, это мое личное дело. Сессия будет плановая в среду, или вы созовете чрезвычайную сессию, возможно? Значит, уважаемые журналисты, мне только что поступил вопрос, кто разогнал, как вы сказали, на площади восстания. Я вас уведомляю как журналистов. Я тоже в этот день в городе Харькове отсутствовал. Я был в этот день в другом городе. И для этого есть все доказательства. Поэтому я прошу вас еще раз, не ищите, пожалуйста, кошку в черной комнате. Но когда я вернулся в город Харьков, первое, что я сделал от тех кадров, которые я увидел в средствах массовой информации, я поручил, чтобы там все убрали. Все, что туда снесли, я поручил, чтобы там все убрали. И я сегодня утром поручил, и со вчерашнего вечера, когда я знал, что поломали городок, который был построен на Масленицу, и если нас упрекали в том, что мы создали городок для Масленицы, а это традиционно, что день траура, мы ничего не сделали, и не было там ничего, то в день траура представители Евромайдана бесились, залазили на памятники, и это был не траур. И я хочу сказать, что в этом вопросе давайте будем искать компромисс и паритет, и не надо друг другу, ну я условно говорю, предъявлять какие-то счета, потому что у нас у каждого хватает своих проблем. Поэтому наша задача сейчас, давайте прекратим сегодня противостояние, тем более это противостояние уже закончилось. Сегодня есть уже сформированная власть на уровне государства, некоторые министры, председатель Верховного Совета, формируется пакет законов, и мы будем работать. Все остальное, вот эти вот, извините, лозунги, пропаганда, и еще какие-то столкновения, я против этого. Я еще раз говорю, я за то, чтобы в Харькове развивалась территория, чтобы мы выполнили свои планы, чтобы мы построили дороги, чтобы мы отремонтировали дома, чтобы мы отремонтировали кровлю. У нас на улице весна, поймите это правильно, скоро уже начинается. Какие еще вопросы? Как вы думаете, где сейчас Виктор Федорович? Я сказал, где Виктор Федорович? Виктор Федорович в истории. Значит, я то, что касается... А телом? Значит, ну я не знаю, я с ним, да, я с ним не знаю, да, в баню не ходил. Скажите, пожалуйста, то, что касается, куда я сейчас поеду, вы же только что слышали. Я поеду на площадь свободы, к людям туда, я хочу остановить процесс, который не должен повлечь за собой разрушение Харькова. Я предложу, у нас, вы знаете, есть несколько депутатов в Харьковском городском совете от Батькивщины. Значит, пусть они вносят в повестку дня вопрос, связанный с демонтажом, значит, памятника Ленина в повестку дня. Мы ее включим, проголосуем и по результату будем смотреть. Я не хотел бы, чтобы мы руководствовались революционной, так сказать, идеей. Сессия будет очередная в среду или созовете мне очередную рань? Конечно, сессия будет очередная в среду, 26 числа. Завтра мы соберем нашу фракцию, завтра мы соберем депутатов партии регионов, завтра мы поговорим, мы подтвердим свою позицию на сессии Харьковского городского совета, остается ли фракция, потому что в средствах массовой информации уже достаточно много. Мы видим, сколько уже там самораспускаются и так далее. Вы все узнаете. Я думаю, у нас много интересных еще событий впереди. Это то, как мы говорим, процесс начался. Спасибо вам. Вам спасибо. Отходили слухи, что в Харькове будет создана пророссийская партия, которую вы должны возглавить. Насколько это реально? Значит, то, что касается каких-то партий возглавлять, я могу одно сказать. Я возглавляю федерацию футбола в городе Харькове, художественной гимнастики, партия регионов. Мне достаточно, хватит, все. Спасибо большое. Спасибо.